Гуляют по проезжей части, ведь альтернативы нет. Жители поселка Борки вынуждены рисковать жизнью. На узкой центральной магистрали не предусмотрены как тротуар, так и пешеходные зоны, поэтому делить дорожное полотно приходится с машинами. Машины едут, приходится в какие-то сугробы лезть. Конечно, очень неудобно. Ситуация похожа на ту, что в поселке Строитель. Конструкция улиц того времени не предусматривала большого количества как людей, так и транспорта. К тому же в поселке Борки сохраняется малоэтажная застройка, ведь он находится в зоне охранного режима Рязанского Кремля. Отсутствие высоток сказывается на всем, например, дорогах. От снега их очищают своими силами, а с ямами борются с помощью щебенки. Дороги, потому что у нас трудно приезжать. Вот хорошо, это зимой более-менее снег чистый, а так скоро полностью застревали. Днем, вот сами видите, с коляской не пройдешь, ночью фонари не горят. Если горят, то совсем плохо. Ну, в общем, как и в Рязани. На отсутствие освещения пожаловали жители 7-го и 9-го районов. Нарекания вызывает и общественный транспорт. Несмотря на то, что в поселок Борки ходят целых три автобуса, дождаться их бывает проблематично, особенно в холодное время года. То один за одним, как-то график у них ненормированный, то ничего нет. Полтора часа по два вечером ждем. Вот с восьми, допустим, там может только перед восьми часами уедет он и приедет только полдесятого следующий. Полтора часа люди стоят, ждут. Проблема возникает и с регулярностью вывоза мусора. Помимо несанкционированных стихийных помоек, свалки появляются и там, где стоят контейнеры. Ведь они не просто доверху набиты пакетами. В мусоре территория в несколько метров вокруг. Вывозят очень тоже редко. Во-первых, когда они начали возить, они нормально возили. А сейчас еще тоже начинают перебои у них. До Нового года они начали так. А потом периодически. Раз в две недели, а то в три недели. Так что случаются такие перебои. О проблемах в администрации города знают. Поселок Борки включили в новую программу развития. Изменения коснутся самых проблемных вопросов. Это ремонт дорог, установка фонарей, прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство общественных территорий. Однако сроки и финансирование пока не определены. Напомним, создать отдельную программу развития окраин предложили на публичных слушаниях по бюджету Рязани. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».